Новосибирские спасатели успешно прошли аттестацию. Во время учения они показали слаженную работу при различных происшествиях. В этом году при реальных ЧП они уже спасли 400 человек. Еще тысячи с лишним оказали первую помощь. За учениями наблюдал Михаил Якимов. У новосибирских спасателей масштабные учения. Это заключительный этап аттестации. Первое испытание достать раненых из-под завала. Для того, чтобы поднять плиту весом в несколько тонн, которая придавила одного из пострадавших, нужен специальный домкрат. Рисковать здоровьем настоящего человека не стали. Используют манекен. Приходится сталкиваться и с завалами, и с обрушениями зданий, и с обрушениями деревьев на машины. Также участвуем в ликвидации последствий ДТП, также излечения пострадавших в ДТП. Еще одно испытание. Нужно спасти людей, отравившихся хлором. По легенде, произошла авария, из-за которой два человека заперты в темном подвале и надышались парами газа. Один ранен и в очень тяжелом состоянии. Раз, два, три, четыре, пять. Усилит компрессию. Принял. Такие аварии очень опасны. Пострадать могут даже сами спасатели. Поэтому иногда одной бригадой не обойтись. И на помощь приходят сослуживцы. Все работают в противогазах и защитных костюмах. Дышать в такой маске не просто даже 10 минут. А спасателям приходится по полчаса и дольше работать в полном обмундировании, а не только в ней. В реальной жизни доставать людей из-под обломков зданий и приводить в чувство отравившихся газом приходится редко. В основном это социально-бытовые заявки и дороже трассов на происшествии. Реже завалы, еще реже связанные с аварийно-химически опасными веществами. Все действия спасателей контролируют представители аттестационной комиссии. С действиями по предназначению службы справилась. Все моменты, которые не вошли сюда, будут разобраны отдельно. Но в целом служба себя показала хорошо. Тяжело в учении, легко в бою. В бой спасатели отправляются уже по настоящему вызову, когда учения еще не закончились. В районе Затона перевернулся катер с пассажирами. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.